всем здравствуйте рада приветствовать вас в пятничную рубрику философских раскладов сегодня хочу предложить вашему вниманию тему рода это одна из тем табу на которую я вообще не делаю расклады не как-то не имею какого-то собственного мнения на этот счет как-то всегда я старалась обходить стороной но из-за того что очень близкий мне человек попросил сделать расклад на эту тему зная мою точку зрения для того чтобы просто разобраться я все-таки знаете первая реакция как у меня всегда бывает это отказ но потом я беру какое-то время на подумать вот и приняла решение что все-таки нужно сделать этот расклад и я специально не изучала никакую литературу никакой информации на этот счет почему потому что мне хотелось как то знаете кто какое-то свое мнение иметь на этот счет исходя из карт таро поэтому для меня очень волнительный сегодняшний расклад почему потому что если кто-то считает что делать расклады на абстрактные темы достаточно просто я не знаю я бы немножко поспорила на этот счет вот но с другой стороны меня это радует потому что я буду для меня это будет огромная возможность знаете почему потому что в данном случае я являюсь белым листом то есть у меня вообще нет никакой информации о том что такое рот я потому что никогда с этим вот как-то не не сталкивалась не изучала и не хотела даже вообще каким-то образом соприкасаться поэтому мне кажется что сегодня я буду ну максимально объективно насколько я могу вот я хочу благодарить там и олю за вопросы к этому раскладу я забыла выложить пост разделе сообщества для того чтобы вы предлагали вопросы к этому раскладу ну с одной стороны что забыла это и наверное лучшему почему потому что когда я прошу писать вопросы не знаю вы пишете просто свое мнение что да вам интересно было бы узнать но как таковых вопросов не предлагаете поэтому ну не случилось и не случилось да значит так и надо было вот но вопросов сегодня я специально не делала много 8 взяла мне кажется этого будет достаточно работать буду на колоде небо и земля потому что она такая достаточно для меня объективная колода без каких-то субъективных взглядов и так первый вопрос нет я создам поле у нас будет 8 вопросов поэтому возьму 8 карт и посмотрим 6 и если надо будет какие-то карты дополнять я обязательно дополню так давайте мы приступим первый вопрос значит что такое что такое рот вот эту карту возьму выпало аркан колесницы что такое рот дайте мне кажется что что такое рот все попробуется настроиться потому что аркан колесницы это всегда про концентрацию некой такой энергии по достижению какой-то цели и вот мне хочется сказать что это некий канал почему-то идет ощущение того что это некий такой информационный канал который помогает скорее всего получить ответы на более глубокие вопросы в плане того кто я есть да то есть это как будто бы подключение какому-то информационному то ли полю то ли эгрегору то ли облаку где хранится информация и ты как будто бы черпаешь ответы оттуда вот мне идет что-то такое хорошо давайте я уточню потому что еще раз попробую настроиться все-таки мое эмоциональное состояние она перебивает энергию так что такое рот аркан шута дайте вот у меня такое ощущение что это как будто бы информационное поле которое мы называем хрониками акаши то есть это это однозначное информационное какое-то поле это какая-то структура и почему-то мне показывают вот знаете вот как канал да как один какой-то канал через который ты получаешь необходимую информацию это может ну вот как связь чем-то да что то что есть на земле с чем-то что есть чисто визуально на небе причем то что есть на небе но это опять-таки утрированно да это намного обширнее масштабнее это напоминает мне некую такую сеть когда есть домашний компьютер и есть некая такая система подключения как будто вот маленькие компьютеры подключаются к одной какой-то вот большой системе да и мне показывают знаете как огромное здание в котором есть огромные мощности компьютеры то я не знаю каких объемов и вот как будто бы со всех компьютеров вообще существующих на земле сливается вся информация в этот огромный компьютер это вот как как один мозг что ли и от него исходят какие-то импульсы как как некое такое облако поэтому я сказала как хроники акаши да то есть это некое информационное поле здесь узнать такая информация о том что кто-то это может еще даже как будто бы называть как высшие силы что ли потому что здесь вопрос какого-то доверия то есть ощущение того что это то во что ты веришь это то к чему ты как будто бы подключен ну либо имеешь доступ по необходимости такое знаете как ощущение когда рождается ребенок у него еще не обрезана поповина с матерью и вот здесь вот это вот поповина она как будто бы присутствует до того момента как ты ее обрежешь для чего он нужен человечеству вода десятка кубков для чего нужен человечеству знаете хочется сказать как для какой-то некой наполненности и эта информация он нужен для для памяти да как а напоминание о чем-то десятка кубков здесь изображена у нас семья это как какая-то семейная память знаете вот раньше делали фотографии и наклеивали их в альбом и вот это вот была какая-то семейная реликвия до для того чтобы так передавалась из поколения в поколение да так интересно было рассматривать старые фотографии то есть это была какая-то история как память вот не показывают здесь как память причем это приятные какие-то воспоминания это это связанное с эмоциями для чего рот нужен человечеству аркан императора для того чтобы знаете как-то структурировать информацию о семье опять-таки если возвращаемся к тому что есть рот это как некая такая организация в которой хранится история о разных генеалогических древ вот что-то такое то есть такое ощущение что вот в эту организацию как будто бы ты можешь прийти и прочитать всю необходимую информацию о конкретной какой-то семье потому что здесь мне показывают как то знаете как ячейки как некие такие картотеки а то есть вот я говорю точно как они как каши вот ты заходишь да это огромная библиотека и ты хочешь узнать например о какой-то семье и ты идешь туда и получаешь доступ к информации о семье здесь вот знаете эта структура это все должно быть архивировано да то есть это помогает в некой такой упорядоченности архивирование вот как то так мне показывает существует ли связь человека и рода ну изначально я сказала что это пуповина поэтому могу предположить что да существует ли знаете здесь не однозначно болту жезлов и мне показывает как некий такой импульс здесь нету связи знаете при условии если сам как будто бы человек не хочет то есть здесь нету такой сказать нет он нету вот этой вот пуповины она это как нервные клетки вот мне показывают то есть существует разное количество нервных клеток в организме человека и проходит после того как мы допустим воспринимаем какую-то информацию через органы восприятия до через либо визуально либо аудиально да то есть мы получаем какой-то раздражитель и вот этот вот раздражитель является с помощью электрического какого-то импульса он проходит свой определенный путь для того чтобы попасть в определенную кору головного мозга да и дальше она отрабатывается так вот мне показывают что эта связь это вот этот вот импульс это искра да то есть это не что-то такое постоянно существующая а это вот как будто бы вспышки как будто бы какой-то как называется какой-то толчок да вот всплеск всплеск это не энергия это именно импульс существует ли человека связь человека с родом то есть как будто бы знаете вы то что если предположить то что я сказала ранее что это некая такая библиотека в которой ты можешь найти получить информацию то связи она существует только в тот момент когда у тебя появляется желание знаете появляется вот какой-то импульс который тебя туда желание и с помощью этого желания ты как будто бы подсоединяешься но это не бесконечно то есть это не не поток а это вот прям знаете мне четко показывают как знаете как вены да и в них да безусловно есть кровь но сама по себе если бы не было вот этих вот импульсов венах сжимания разжимания одновременного да то кровь бы она сама по себе не проходила так вот и вот этот вот импульс сжимания разжимания вен до в разных областях она помогает продвижению крови в организме так вот здесь как раз таки вот за этот импульс и до сжимания разжимания да как раз таки и ответственно вот 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 это вот связь то есть как таковая она есть но она как будто бы не активирована активируется она только с помощью этих импульсов а вот эти вот импульсы это и есть скорее всего наше желание то есть это наш настрой это внимание которое мы направляем как и во все в принципе . там где внимание там и есть наша энергия так вот здесь точно так же пока когда мы обращаем на это внимание мы туда посылаем импульсы и тогда начинается вот этого движения это напоминает вы знаете как есть в торговых центрах либо в метро вот это вот движущая боже мой я не знаю как по-русски происходит это лестница электронная да как она и вот и во многих заведениях она статичная и как только человек приближается либо наступает одной ногой на нее да вот она начинает движение вот здесь примерно точно так что есть как только человек сходит с нее вот этот конвейер он ну лестничный вот это да он перестает двигаться вот здесь вот примерно что-то такое мне показывают а такой связи здесь идет речь почему человек рождается в том или ином роде но здесь как-то знаете вот исходя из того что я говорю как-то не не совсем корректно тогда будет звучать вопрос почему потому что рот как я сказала это одна единая библиотека и в ней есть много разных архивов вот этих вот папочек и тогда вопрос бы звучал почему человек рождается за что рот это одно это что-то одно единое а поэтому здесь сказать почему давайте скажем тогда так почему он рождается вот конкретной этой ячейки да почему именно в этой а не в другой вот так то есть почему рождается именно в этой семье они в другой потому что у него есть какие-то долговые обязательства, выпадает десятка жезлов, говорящая о том, что у него есть какие-то обязательства. Обязательства перед кем? Императрица. Интересно. У него появляются обязательства, а императрица — это союз на древе жизни, это путь, который соединяет мужское проявление и женское. Так вот, кстати, этот путь называется Даат. Нет, вру, но неважно, сейчас я не хочу вспоминать то, что я отключусь. Суть заключается в том, что императрица с иврита переводится, неужели я ошибаюсь в буквы, неважно, как дверь. Так вот, дверь как раз-таки в материальный мир. Почему человек рождается? Потому что у него есть обязательства именно в материальном мире, в нашем физическом. То есть это не на том уровне, где находится душа после смерти. И если вы верите в реинкарнацию, так же как и я, то там нет никаких обязательств. А вот только когда в материальном мире рождается душа, у нее есть какие-то обязательства. И вот в соответствии с этими обязательствами, с какими-то долгами, которые есть именно в материальном плане, в согласии с этим, человек выбирает, либо душа выбирает проявиться в той или иной ячейке. То есть в той или иной семье. Даже не про род здесь, а про семью я бы так сказала. Потому что род это, еще раз скажу, это общее вот это вот облако. В нем есть очень много семей. Так, почему человек рождается? Да, я объяснила. Какая задача у единой родовой системы? Вот. Какая задача у этого облака? Четверка жезлов. Знаете, как будто бы удержать в стабильности. Как будто бы как некое такое здание. Да, вот как некое такое хранилище. Какая задача? Чтобы, знаете, это все было... Потому что мне показывают здание. Как будто бы, чтобы это все было в одном месте. Вот задача. Как хранить? Вот просто хранить. Чтобы это все было в одном месте. Мне здесь показывают картинку такую, знаете, вот как... Может быть, в фильмах видели, как большая библиотека в Александрии, где раньше была, где хранилось очень много папирусов и... Папирус это на греческом или на русском. Неважно. Писаний разных. Как некое такое хранилище. Я сегодня говорю немножко сумбурно, потому что я нахожусь в потоке. Мне показывают эту информацию, и мне важно ее передать. Поэтому может казаться как-то вот не совсем... Ладно, я говорю. Вот. Но мне как-то еще и самой достаточно трудно переводить это. Так, хорошо. В чем сила рода, и в чем ее уязвимость? Вот этого хранилища, да? В чем сила этого хранилища? Королева мечей. Ну, во-первых, сила в той информации, да? В которой, которая там находится. Сила в том, что это все структурно, и то, что это все, знаете, как-то справедливо. То есть там все записано так, как есть. Нету такого, что... Как-то вот приукрасить, да? Либо, наоборот, ну... То есть такое ощущение, что вот если бы были летописи за каждым человеком, да? Вот что он сделал, да? Что, о чем подумал? Вот. То все было бы написано по факту, без каких-либо приукрас. Поэтому и сила в том, что ты можешь подключиться к этому полю, вот. И получив информацию, у тебя есть возможность как-то изменить, изменить себя. Это как будто бы, знаете, некая такая история, дополнительная память, как дополнительный опыт. То есть здесь сила в том, что иногда, если у вас есть доступ к этому полю, вы можете получить опыт без прохождения в этом воплощении. То есть, как бы так сказать. Это вот выражение, да, в котором мы говорим, что умный учится на чужих ошибках, вот, а дурак на своих. Так вот, это вот как будто бы для умных, да? Когда ты можешь почитать как историю какую-то, да? Как сказку о жизни кого-то в твоей семье. Причем это может быть не только твоя семья, это может быть и чужая семья. И на основе этого сделать какие-то выводы. Ну, это как прочитать книжку, да? Прочитал, например, биографию какого-то известного человека, да? Сделал для себя какие-то выводы. К тебе конкретный человек не имеет никакого отношения. Но ты можешь понять его образ жизни, его мысли и где-то применить его опыт. Без прохождения как-то вот жизни этого человека повторно. То есть не проживая его жизнь, а просто взять необходимые фрагменты. Знаете, мне так показывает смешно. Я улыбаюсь. То есть я вам здесь стараюсь описать то, что я вижу. А мне параллельно показывают, знаете, такую вещь, типа, скажи им, что это шпаргалка. Поэтому я улыбаюсь. Типа, что ты здесь распинаешься, что ты стараешься? Скажи, что это шпаргалка. Да, то есть одно дело, когда ты сам помнишь, а другое дело, когда у тебя есть шпаргалка. Так вот это вот шпаргалка, в этом сила. Хорошо, ну, забавно, да? В потоке общаться. В чём уязвимость, с силой мы сказали, да? В чём уязвимость этого поля? В огромных объёмах. Аркан умеренности. Это вот то, что это так долго. То есть это вот, знаете, это хранилище, наверное, я даже не посмотрела, с какого момента. Мне сразу показались моменты, как начала существовать Земля и жизнь на ней. Вот, я говорю, это хроники Акаши. И в чём уязвимость? В том, что вот этих стеллажей, вот этих полок, там оно бесконечное количество. И не всегда бывает легко и понятно, где что находится. То есть если у человека нету чёткого, понятного, конкретного запроса, что именно он хочет получить, то получив доступ к этому полю, к этой информации, да? Ты можешь там вот погрузиться, как говорится, и вообще оттуда не выходить. То есть такие огромные масштабы. А ещё здесь, да, мне показывает то, что это может быть, знаете, как некое такое болото. Вот что, помимо того, что долго искать, если ты не понимаешь, здесь ты ещё можешь в этом увязнуть. И знаете, мне вот показывает, как будто бы душа туда зашла, и потом ей неинтересно проживать самостоятельно в физическом плане. Почему? Потому что, ну, там очень много интересной информации, очень много разных жизней, да, записаны, описаны. И вот это как, заходишь в библиотеку, и находишь, если ты любишь читать, и находишь вот всевозможные книги, которые тебе нравятся, да, они есть доступные. Ты вот садишься, ты забываешь выходить из этой библиотеки. Почему? Потому что вот это хочу почитать, потом вот это хочу почитать. А время проходит. И вот пока ты читаешь, ты как будто бы теряешь свою реальную жизнь. Вот это вот минус, да, то есть, как даже не то, чтобы зависимость, а ты просто, ну, залипаешь, да, вот здесь вот какой-то залипом. В чём ещё уязвимость, я хочу посмотреть. Здесь мне показывает какое-то обновление. Уязвимость в том, что так или иначе нам надо будет как-то самостоятельно работать над своей, как бы так сказать, над своей целостностью. То есть, это не решение того, как нам жить, то есть, это не свод правил, не инструкции, что вот так вам надо жить, либо вот так вам надо жить. А здесь это просто информация. То есть, мне здесь показывается, что так или иначе от проживания в реальном мире, да, в материальном мире, мы не избежим. То есть, за нас никто не проживёт эту жизнь. То есть, сколько бы мы информации не знали, к чему бы мы не учились, к чему бы мы не имели доступ, к какому полю, так или иначе жить нам придётся. Поэтому, проживать нам придётся самостоятельно. То есть, эта информация, она не избавит нас, как бы так сказать, от, ну, то есть, не подстелит соломку от каких-то ошибок. Здесь всё будет зависеть от нашего выбора. Да. Хорошо. Какой опыт от рода мы получаем и применяем ли мы его? Давайте посмотрим. Какой опыт от рода мы получаем? Какой опыт нам даёт род? Рецепт кубков. Понимание своей души. Понимание, ощущение, знаете, вот как-то, понимание, знаете, в каком контексте, как будто бы ты видишь источник, ну, вот что-то такое настоящее. То есть, не суррогат, а, знаете, в мифологии Зевс, он никогда не представал перед своими возлюбленными женщинами в том облике, в котором он существовал, чистой энергии. Он всегда, во всех мифах он превращался, либо он превращался в быка, либо в лебедя, либо в орла. Почему? Потому что единожды, когда он смог по просьбе своей возлюбленной предстать в своей настоящей ипостаси, да, то он испепелил, сжёг своим светом, да, своими вибрациями чистыми свою возлюбленную. Так вот, здесь как раз-таки опыт, который мы можем получить, это понять себя, давайте так скажу, не душу, а себя, потому что мы есть душа. Вот в её первоисточники, вот в этом свете, без нанесённого какого-то опыта. То есть, понять то, какая есть душа, скорее всего, до момента воплощения. То есть, такое тоже может быть. Какой опыт мы получаем, да? Это, знаете, здесь четвёрка кубка выпала. Это нам даётся как раз-таки вот этот шанс, вот этого кубка, увидеть выход из, иногда из своих каких-то безвыходных ситуаций. Это, скорее всего, знаете, ещё и помощь повысить свои вибрации. Не находиться в этом упадческом состоянии, когда меня ничего не радует, и, ну, знаете, вот какой-то такой грусти, печали, не очень хороших энергий, да. То есть, здесь как будто бы нам показывают, что если мы поднимем свои вибрации и зайдём в это хранилище, да, то мы сможем найти ответы, как нам дальше двигаться. То есть, это как будто бы какой-то шанс, какая-то возможность, да, прийти к девятке пендаклей, как раз-таки к целостности, прийти к целостности. Ну, если мы себя понимаем, да, конечно же, мы как-то можем потом, исходя из собственного выбора, изменить свою жизнь и прийти вот к этой целостности, да, к тому, что мы хотим. Получить, знаете, как дополнительное хранилище памяти, да, где ты можешь получить информацию, причём информацию, которую наверняка в материальном плане ты получить её не можешь. Так, это ответ на вопрос, какой опыт мы получаем от рода, применяем ли мы его, то есть мне хочется узнать, есть ли люди, которые ходят туда, получают информацию и применяют. По суду. Аркан высшего суда. Есть ли люди, которые применяют, да, есть люди, причём аркан высшего суда – это перерождение, это вот как раз-таки аркан памяти и регрессии и гипноза, то есть с помощью, скорее всего, регрессии, с помощью взаимодействия как-то с нашей памятью, вот не случайно я сказала, что это хроники Акаши. Да, есть люди, которые могут получить, и польза будет как раз-таки от перерождения, потому что аркан высшего суда – это перерождение, это переоценка своих ценностей, это рождение в новом, да, в новом каком-то облике и в новом сознании, это иное сознание, более расширенное, это абсолютно другой опыт, уровень. То есть, да, есть люди, которые используют, и, скорее всего, это вот как-то можно прийти в видоизменённом состоянии. Может быть, это гипноз, может быть, это регресс. Может ли это быть медитация? Это может быть медитация, но, внимание, здесь вопрос, скорее всего, в том, что мы подразумеваем под медитацией, потому что выпал аркан звезды. Аркан звезды – это некое такое воодушевление, да, каких-то, вот, знаете, чистые намерения, побуждения, воодушевления. Что я имею в виду, что это, в зависимости от того, что мы называем медитацией, это не расслабление. Это не то, когда вот мы начинаем просто дышать под расслабленную какую-то музыку, там, голос приятный нам говорит, это расслабление. А медитация – это тоже вхождение в видоизменённое состояние. То есть, если мы говорим о правильной медитации, то да, туда. Потому что аркан звезды – это и есть соединение со своей душой, то есть понимание, да, то, что она хочет. Это такое, знаете, состояние воодушевления, когда… вдохновение. Вот когда приходят, да, к мастерам некое такое вдохновение, и вот он в порыве, да, вот в этом потоке начинает что-то рисовать, что-то быстро писать. Либо, как я сейчас делаешь, расклад. То есть вот это вот состояние потоковости. Да. Тогда, да, тогда мы применяем, тогда у нас есть доступ. А где мы используем? Вот мне хочется уточнить. А где мы используем? Дальше эту информацию. А дальше аркан справедливости. По справедливости. Там, где мы, знаете, вот посчитаем нужным. Там, где мы посчитаем нужным. Колесо фортуны. Какие вопросы, такие и арканы. Конечно же, великие арканы будут попадать, потому что вопрос касательно рода, да, абстрактный такой вопрос. Для прояснения, знаете, каких-то судьбоносных, хочется сказать, ситуаций, для прояснения судьбоносных ситуаций, каких-то повторных ситуаций. Знаете, такое ощущение, когда я хочу что-то выровнять, да. То есть вот, я не знаю, например, зависимые отношения, да. Я здесь с Алипой. Не я не выхожу, и партнер не выходит. Вот мы ходим по кругу, да, в этом танце. Крутимся, крутимся. И все, и никак с этой центрифуги нас не может выбросить. И вот тогда нам действительно необходим доступ к этому полю, для того, чтобы понять, да, что мы танцуем, почему мы танцуем, что мы должны узнать. И вот как только мы это поймем, увидим, да, мы можем как-то разрулить эту ситуацию. То есть я так понимаю, что это можно использовать для понимания своих каких-то сценариев. Ну вот то, что называется, да, кармические уроки. Вот здесь про это. Определяет ли род развитие человека его выбор? То есть то, что мы выбираем. Вот эта вот система памяти определяет ли она, ли она, как он называется, наше развитие, как мы будем развиваться, что мы будем делать. Знаете, сказать 100%, что определяет, нет. Но Пашкубков, он всегда нам говорит о некой такой информации, о некой идее, которую мы получаем для того, чтобы ее реализовать. То есть здесь определяет, я бы сказала, что нет, но может повлиять как дополнительная информация. Выбор всегда останется за нами. И выпадает двойка жезлов. Нет. То есть это, ну, безусловно, в принципе, что и стоило ожидать. Почему? Потому что, ну, как может память как-то повлиять? Чтобы она начала работать, надо как-то запустить этот маховик. Кто запускает этот маховик? Мы запускаем. Каждый, каждый из нас. Вот то, что мне изначально показали про род, что это вот импульс, да, это электричество. Если вы видели, например, ролики, как раз-таки, как работают нейронные связи, да, что есть одна клетка и есть другая клетка. И у них есть, вот, как некие такие, знаете, ножки, как у звезды, как раз-таки, где-то в каких-то моментах они соединяются между собой. И есть между ними вот этот вот медиатор, с помощью которого, который пропускает импульс от одной клетки к другой. Так вот этот вот импульс, да, это и есть наше собственное желание, когда мы сами должны захотеть, да, мы должны это запустить. Каким образом? Нашим собственным вниманием. Мы должны на это обратить внимание. Мы должны захотеть этого. Поэтому влияет? Нет. Он просто дает информацию, дает какие-то предложения. Хорошо. И пока я нахожусь в потоке, в принципе, все вопросы я задала. Я хочу спросить просто любую информацию, которую мне хотят сейчас передать. Тушкубков. Тушкубков. Что хотят передать? Да, источник хочет передать, знаете, вот как будто бы просто пожелание любви. Во-первых, здесь благодарность идет за то, что мы поинтересовались таким вопросом. Вот, значит, я переадресую Татьяне, благодарна за ее вопрос, вот, что я смогла сделать этот расклад. Вот, здесь просто, знаете, как будто вот бывают такие иногда пожелания людям быть счастлив, да, либо желают тебе любви, желают тебе счастья. Вот здесь вот что-то такое, здесь очень, ну, вот как-то какой-то фонтан, да, энергия, которая фонтанирует, и она как будто бы призывает, манит, да, чтобы к ней пришли и утолили свою жажду. Мне показывает какой-то, знаете, вот такой источник, либо это речка, к которым приходят на водопой абсолютно разные животные. Вот они все вместе, никто никого не убивает, никто ни за кем не охотится, вот они все вместе, да, пришли на водопой. Вот здесь как будто бы призыв к тому, что приходите, заходите в это поле и пользуйтесь этой информацией, вот как будто бы что-то такое, и пожелание благодарности за то, что, ну, такая, знаете, вот благая какая-то энергия, светлая, светлая, я имею в виду свет, свет, ну, не желтая, а свет, я не знаю, как свет нужно описать, он даже не белый, вот. Вот такой. Вот такой у меня был сегодня расклад, не знаю, для кого он был полезным или нет, для меня, для меня это было удивлением. Если честно сказать, я, например, где-то могу сказать, что догадывалась о том, что рот это примерно некий такой эгрегор, да, но, опять-таки, это, меня это удивило, лично меня это удивило, и дало ответы на некоторые вопросы. Теперь у меня появилось, знаете, такое, мысль этого расклада у меня поделилась, я поделюсь с вами, у меня появилось такие, знаете, и не то чтобы сопротивление, я просто слышу, да, расклад тарологов, где говорят о том, что вот, Регина рода, или еще что-то такое, я сижу и думаю, ну, то есть, главная женщина вашего рода, я так понимаю, что род это информационное поле, это некие хроники Акаши, где там есть Регина, там вообще нету человеков, это память, и у меня такой, знаете, взрыв шаблона сейчас происходит в голове, вот, но, окей, это не есть истина, это есть вариант того, как я прочитала карты, я всегда допускаю, что я могу их искажать, я могу их читать неправильно, неверно, это не есть истина, хотите познать истину, проверьте, как говорил мой учитель магии, да, не верьте мне на слово, проверяйте, и только так вы сможете понять, а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего, как мне пожелали свыше, да, туз кубков, туз кубков, граль, берите чашу граль, а внутри себя, наполняйтесь ею, и всего вам самого наилучшего, до следующей недели, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok